Всем привет! Сегодня будет очень полезное видео. Покажу вам, чем я запаслась на осень и зиму, чтобы предотвратить какие-то заболевания, простуды, что-то для души и тела. Ну, в общем, как обычно, какие-то обязательные покупки на сайте iHerb. И я также дала свою посылку. Хотелось поделиться с вами той информацией, что в сентябре iHerb празднует свое 22-летие. И в честь этого практически каждый день у них есть скидка в размере 22% на определенные категории. Я недавно вычитала, что у них больше 30 тысяч разных товаров. И, кстати, я еще не видела, чтобы была скидка на уход за лицом. И в связи с этим я заранее сделала подборку моих любимых средств. Такие очень коротенькие обзоры в своем инстаграме. Есть отдельная закладка уход. Можете почитать. И если вдруг как раз будет скидка, то это очень хороший момент, чтобы не переплачивать. Наоборот, очень классно сэкономить. Давайте начнем. Я уже распаковала посылку, потому что недавно мы ездили в горы. Я искала свой увлажняющий SPF, который я так ждала. Но остальное я не трогала. Поэтому будем рассматривать вместе. Первая обязательная вещь, это то, с чем вы меня познакомили в прошлом году, когда я довольно часто страдала разными простудами. Это экстракт косточек грейпфрута. Это фантастическая вещь. Это натуральный антибиотик. Если вы чувствуете, что вы заболеваете, просто добавляете 10 капель вот этой штуки в стакан воды. Она довольно горькая. Но меня это не останавливает. Я просто не пью разные газировки и соки. Поэтому как бы 3 раза в день я могу это выпить, лишь бы только перестать болеть и не принимать какие-то лекарства из аптеки. И недавно у меня была жуткая простуда с температурой. И я спасалась вот этой вещью. Девчонки, от всей души советую. Кстати, деткам тоже можно давать с 5 лет. Но я думаю, что лучше будет разводить это все в каком-нибудь таком сладковатом соке. И ребенок не будет плеваться. У меня уже есть большой формат. Но так как я не всегда нахожусь дома. И в принципе, когда еду в поездки, я всегда беру с собой вот эту бутылочку. Ну, то есть побольше. Поэтому сейчас заказала вот такую поменьше, чтобы она всегда и везде была со мной. Очень-очень классная вещь. Спасибо вам огромное за рекомендацию. Класс. Дальше. Своей подружке я заказала биотин. Ее недавно так коротко постригли. Ну, просто я не знаю. Это только Анетка могла так умудриться. Ей отрезали 25 сантиметров волос. Она попросила состричь то, что как бы испорченное. По мнению мастера. И она звонила ко мне в такой истерике. Я говорю, слушай, есть такая вещь на iHerb, которая замечательно работает. Если вы отращиваете или выращиваете волосы, кстати, это то, чем занимаюсь лично я. То есть я не хочу отрастить длину. Я сейчас жду, когда мой парикмахер вернется из отпуска. И еще обрежу сантиметров 5. Но мне нравится, что у меня растет подпушек. И это довольно большая доза. Но я вычитала, что биотин никаким образом негативно не влияет на наше здоровье. Даже если он в такой большой концентрации. Но если у вас конкретный волосопад, то вот это точно работает. Принимаешь одну таблеточку в день и волосы растут как сумасшедшие. Наконец-то откопала. Вот так запакован рыбий жир, который я купила для своих детей. Мне интересно, какой он по вкусу. Вот так непримечательно выглядит бутылочка. Но я вычитала, что норвежский рыбий жир считается самым лучшим. И что касается вот этого производителя, то у него правильное соотношение вот этих жиров, омега и также хорошая концентрация. То есть если что-то такое давать ребенку, то вам не придется заставлять его пить это в каком-то сумасшедшем количестве. Вы знаете, как дает что-то невкусное ребенку, и он только попробовал все, вторую ложку, ты не заставишь его выпить. Я сейчас очень боюсь, чтобы вкус у него был нормальный, а то мальчики откажутся это пить. Кстати, рыбой вообще не пахнет. Я взяла лимонный вкус, так как вот этот апельсиновый и еще какой-то они были распроданы. Но была акция, поэтому я немножечко сэкономила. И сейчас посмотрим. Ну, так как я знала, что это рыбий жир, наверное, изначально у меня было немножко предвзятое отношение. Есть небольшой привкус рыбы, но по сравнению с тем, что нам когда-то давали в детском саду, это небо и земля. И мне кажется, ну ладно, я буду надеяться, что мои дети не догадаются, что это такое. Потому что сразу чувствуется такой лимонный вкус. И я хочу верить в то, что это поможет. Раз выпили, давайте закусим. Я скучала. Это такие небольшие то ли чипсы, то ли печенье в качестве, ну скажем так, здорового перекуса. Очень классная вещь. И они такие хрустящие, ароматные. Они сделаны из кокоса и орешков кешью. И они идут со вкусом соленой карамели. Невозможно оторваться. Детки тоже их любят. Дабы за зиму не похудеть, взяла еще ореховое масло. Это масло из орешков кешью. Тоже видите, все запаковано. Баночка довольно большая. Можно будет растянуть удовольствие. Я ожидала какого-то другого запаха. На iHerb продается мое любимое арахисовое масло с белым шоколадом. Если вы худеете, я вам этого не говорила. Очень вкусное. Просто даже с яблоками. Недавно ко мне приезжала подружка. И в качестве десерта у нас были яблоки. Именно с этим маслом очень-очень вкусно. Ладно. Пахнет не орешками. Но на вкус прям вот как перемолотые орехи кешью. Не знаю. По-моему, мне больше нравятся обычные орешки кешью. Которые я тоже покупаю на iHerb. Они не жареные, без разных добавок. Органические. Что-то как-то мне не хочется доедать. Это ореховое масло. Ну, возможно, в кашу. Если вы едите овсянку, то классно. Ну, как-то так, не знаю. Я не прониклась пока что. Вот это мой любимчик на холодное время года. В прошлом году я попробовала этот чай. И теперь постоянно заказываю. Он настолько ароматный. Он такой вкусный. Даже когда его завариваешь, он уже сразу сладкий. Здесь какая-то корица. Это черный чай. Да, с корицей, с апельсином и с чем-то сладким. Очень красивая баночка. На подарок тоже замечательно подойдет. И, конечно, сам чай. Вот сразу открываешь и пахнет какими-то праздниками. Сразу думаешь о уюте, о каком-то таком приятном, спокойном вечере. И, кстати, вот один такой пакетик можно заваривать два раза. И, девчонки, очень вкусно вот этот чай пить с молоком. Если вы, конечно, такое любите, я вот сниму это видео. И сегодня вместо кофе буду пить этот чай. Так, говоря о чаях и всяком таком, я не помню у кого точно. Но у кого-то из наших девчонок, с кем я тоже общаюсь, я подсмотрела вот это какао. Я немножко вас обманула. Я его уже попробовала. Мне так хотелось чего-то такого слегка кофейного, как бы по вкусу бодрящего. Но чтобы я смогла уснуть. Вот. И поэтому я открыла эту банку. Это органическое какао. Оно еще и с какими-то суперполезными грибами. Якобы хорошо влияет на организм, там, на красоту. У меня один вопрос. Как вы это пьете? Пахнет, конечно, очень вкусно. Аромат какао, причем такого горького какао. Но по вкусу это что-то такое... Хм... Возможно, нужно размешивать с молоком. Девчонки, у кого есть такое какао? С чем его мешать? Потому что я пока что что-то как-то не поняла. Дальше заказала такой бленд, микс разных специй для кофе и для всяких там чай-латте, для таких пряных напитков, которые, как мне кажется, зимой вот заходят на отлично. Очень долго не могла поймать вот эту приправу. Она постоянно распродана. Есть несколько таких смесей. Мне же захотелось купить вот эту. И какой у нее аромат? Пряный. Если вам не нравится кардамон, то это вот прям пряный, пряный, максимально пряный аромат. Я думаю, что не каждому придется по вкусу. Если вы привыкли ко всему такому сладкому, конфетно-ванильному, то это будет слишком насыщенным, натуральным. И написано, что эту приправу нужно смешивать со свежеперемолотым кофе. Где бы взять кофемолку? Теперь вот вопрос. Ну, я попробую смешивать так. Вот второй раз чуть-чуть так принюхиваюсь. Действительно пахнет как настоящий чай-латте. Я обязательно буду экспериментировать и с чаем, и с кофе. Снова купила органические семена чия. И тут такой момент. Первый раз, когда мне захотелось попробовать, что за чудо такое пудинг чия, по которому весь мир сходит с ума, я купила довольно большую упаковку. Тут в местном магазине и зернышки не набухали. Злости моей не было предела. И потом как-то где-то там увидела, что девочки заказывают на iHerb. Тоже взяла. И я в своем инстаграме оставляла вам свой идеальный рецепт пудинга чия. Это очень вкусно. Я обожаю есть этот пудинг с какими-нибудь фруктами. Или чуть не сказала овощами. Не с овощами, а с ягодами. Вот, очень вкусная вещь в качестве завтрака или десерта. И, кстати, вот такой пудинг очень хорошо насыщает организм. После него долго не хочется кушать. Классная вещь. И зернышек хватает надолго. Так как я всегда беру 2 столовые ложки на одну порцию. И я вот этот пудинг ем далеко не каждый день. Где-то так раз в неделю, возможно, реже балую себя пудингом из семечек чия. Конечно же, заказала мои любимые патчи под глаза. Это Petit Fee. И зачастую я беру вот эти черные. Они очень классно осветляют, освежают. Область под глазами. У них удобная форма. Они гораздо лучше работают, чем знаменитые еноты. Для некоторых вот эти патчи прям супер интенсивные. И тут, конечно, сложно угадать через экран монитора. Все очень индивидуально. Нужно пробовать. Но, к счастью, они недорогие. Я еще не видела акции на корейскую косметику. Очень хотелось бы, чтобы она была. Ну, то есть, чтобы минус 22% было именно на эту категорию. Девочки, вы спрашиваете, какие витамины я даю своим малышам. Сейчас у нас был перерыв. Летом мы ели всякие фрукты. Ладно, я заставляла их есть фрукты и ягоды. Овощи, конечно же. И вот постоянно покупаю деткам именно эти витамины. На них прекрасные отзывы. Здесь все хорошо сбалансировано. Они идут в форме мишек. И я не помню, здесь есть сахар или нет. Натуральный тростниковый сахар. Натуральные красители. Ну, в общем, тут уже решать вам, в какой форме давать деткам витамины. Мои мальчики любят вот эти. По-моему, немножко изменилась упаковка. Вот. Так что, кто спрашивал, еще раз говорю, что мы постоянно покупаем вот эти. Мне нужна была небольшая расческа. И так как я очень довольно оригинальной такой большой версии вот этой Wet Brush, поэтому заказала такую веселую малютку. Она очень хорошо расчесывает волосы. Не выдирает их. Она не такая жесткая, как Tangle Teaser. Я им тоже пользуюсь. Но сейчас вот последние, наверное, года два я переключилась на эту. И ею можно расчесывать влажные волосы. Заодно и расчешусь. По-моему, она чуть жестче, чем большая. Но все равно такая веселая. Нужна была. Теперь она у меня есть. Девочки, как обычно, купила вот такие снеки. Это небольшие шарики. Они сделаны из какао и кокоса. Мы их очень любим. Натуральные брауни. И сейчас, когда мы ездим на дополнительные занятия, иногда попадаем в пробки. Иногда детки просто хотят что-то перекусить. Поэтому я взяла целых три. Три упаковки. Хорошего по чуть-чуть. Ну и здесь не слишком много. Мы всей семьей за один раз можем съесть вот такую пачку. Вкусные. Вот вы спрашиваете, Оля, каким SPF ты сейчас пользуешься? На самом деле я нахожусь в поиске. Почему? Потому что летом я использовала матирующий SPF. И сейчас моя кожа от него в шоке. Очень классный от Etude House. Да, я вам советовала. Я еще раз напишу все в инфобоксе, чтобы ничего не напутать. Я сейчас искала что-то увлажняющее. Мне не подошли SPF от Benton. Они слишком белые. Несмотря на то, что там и химические, и физические фильтры, они тяжелые. Моя кожа с ними не дышит. Мой уход с ними не дружит. Он очень часто скатывается. И я взяла вот этот от корейского бренда ИПКН. Ну, в общем, вы поняли, да? Почему он? Потому что у меня когда-то был пробник их BB крема. И мне он очень понравился. Он хорошо увлажнял. Все хорошо перекрывал. Я подумала, почему бы не попробовать вот этот SPF. Я где-то вычитала на него хорошие отзывы. Не на iHerb, а где-то в сети. И он очень легкий. Здесь SPF 50. Тоже химические и физические фильтры. Сначала он кажется слегка таким мятным. И я боялась, что он будет оставлять такую некрасивую белую маску. Но он довольно быстро впитывается и подстраивается. Я не заметила, чтобы лицо казалось каким-то таким белесым. И у него свежий чуть-чуть фруктовый аромат. Пока что я довольна. Он не скатывается. Он дружит с моими тональными основами. В том числе и с минеральной пудрой. Так что, я не знаю. Если все будет в порядке, то, конечно же, буду вам советовать. Средство не дешевое. Хотелось бы попользоваться им дольше, чтобы понять, забивают он поры или нет. Потому что с SPF, конечно, очень много проблем и вопросов. Так что, девчонки, когда я найду свой идеальный крем с высокой защитой, я, конечно же, обязательно вам об этом расскажу. Мне хотелось бы взять чуть меньше, то есть SPF 30. Но выбора особого не было. Многие были распроданы. Поэтому схватила вот этот. Будем пробовать. Чаи. Взяла вот такой Bad Time от Йоги. Почему он открытый? И должна сказать вот, что у Йоги очень специфические ароматы. По-моему, вот этот чай идет с лакрицей. Я его в прошлом году покупала. Это довольно специфическая приправа. Она не каждому из вас, не каждая из вас понравится. Так что, будьте осторожны. Я люблю вот эти чаи. Они меня как-то релаксируют, успокаивают. И вот это какая-то даже ароматерапия получается во время чаепития. Мне очень нравится. Поэтому я их периодически покупаю. Но они такие. Кстати, первый чай Йоги я покупала в Кракове. Вот только не помню где. И еще тогда отметила для себя, что мне очень нравится. Была какая-то то ли акция, то ли что-то. То ли просто купила. Я уже не помню. Просто одну посылку таможенники отправили обратно. Потом я ждала этого. Ну, в общем, были приключения. Взяла свой любимый бальзам для демакияжа от бренда Heimish. Он самый классный. Вот что касается таких бальзамов в баночке. Мне очень нравятся средства для демакияжа от Шуэ Мура. Их такое знаменитое гидрофильное масло. У него довольно быстрый расход. А вот этой вещи хватает надолго. И мне нравится то, что здесь открывается крышечка. Прекрасно растворяет, удаляет макияж. Никакой пленки. Вообще, Heimish чудесный бренд. Я обязательно буду пробовать и уход Heimish. И, возможно, даже декоративное средство. Пока что как-то среди корейской косметики мне больше всего интересен именно уход. И вот когда-то в коллаборации с iHerb я снимала видео, где использовала их средства для умывания. Я говорила, что оно мягкое. Оно не сушит кожу. И сейчас я буду переходить именно на него. И если вам интересно, я также оставлю ссылку на этот ролик. Потому что, ну, это была коллаборация. Но я делилась с вами своим мнением. И средства для таких проектов я подбираю исключительно сама. Мне никто ничего не навязывает. Поэтому я надеюсь, что вы мне верите, что я не продаю свое мнение. Несмотря на то, что я снимаю с кем-то спонсированное видео. И здесь есть также вот такая ложечка. Крышка. И так это все выглядит. Достаточно небольшого количества. Даже если куда-то едешь, то гораздо удобнее взять небольшую баночку немножко вот этого бальзама. Чем тянуть с собой бутылку гидрофильного масла. Или даже если взять маленькую бутылочку гидрофильного масла, то все равно оно может пролиться. Но я не хочу экспериментировать. Так что сейчас вот перешла на такие бальзамы. Конечно же, гидрофильными маслами я тоже пользуюсь. Но если бы мне надо было выбирать что-то одно и пользоваться этим на постоянной основе, однозначно это был бы бальзам от марки Хеймиш. Еще заказала вот такой чай. Это сладкий чай матча. Это такой порошок. Это сладкий микс перемолотого японского зеленого чая, который можно подавать в качестве лимонада, холодного или теплого напитка. Но в прошлом году, зимой, я пила его просто с водой и немножечко доливала молока. Мне тогда очень нравилось. И поэтому я купила его второй раз. Вот этой упаковки хватает на 10 чашек. Если вы предпочитаете исключительно черный чай, я думаю, что не стоит экспериментировать. Но если вам нравится все новое, если вы любите зеленый чай, то я думаю, что вот эта вещь вам придется по вкусу. Также у своей любимой Даши Войс подсмотрела вот эту линейку. Это какие-то новые шампуни для тонких волос Desert Essence. И мне также подходили их шампуни. Что-то они то ли мне пересушивали волосы. Madre Labs у меня сейчас с биотином, который мы очень довольны. Мы практически допользовали шампунь. Кондиционера мне хватит на дольше. Там огромнейший формат. И сейчас взяла на пробу вот эти. Они придают блеск. И я видела волосы Даши. Они очень ухоженные. Несмотря на то, что она говорит, что они там у нее быстро ожирнятся. Я ни разу не видела ее с какими-то неопрятными волосами. Я ей доверяю. Поэтому купила. Ой, интересно, как они пахнут. Секундочку. Ну, очень такой приятный. Натуральный аромат. Но ничем-то конкретным. Это не что-то фруктовое. Это просто такой натуральный шампунь. Ну, вот знаете, бывают ужасные натуральные отдушки. Это не тот вариант. Здесь все очень приятно пахнет. Надеюсь, что мне тоже подойдет. Так, девочки, у меня заканчивался черный перец. И поэтому я взяла его еще раз. У меня он уже был очень ароматный. И я заметила, что если покупаю пакетированный, то он не настолько интенсивный, что ли. И вот на самом деле такой небольшой мельницы вам хватит на очень и очень долго. Вот эту гималайскую соль я взяла по той причине, что ее можно наполнять. То есть, один раз потратилась. И потом буду покупать только соль в пакетах. И буду пересыпать. Я не знаю. Говорят, что вот это как бы более полезное. У меня всегда все недосоленное. Поэтому любой соли мне хватает надолго. Поляки, в принципе, любят все очень соленое. Так что всегда, когда к нам приходят гости, я ставлю соль на стол. Но не могу я прям сильно солить. Скажите, кстати, если вы живете в Польше, вы такое замечали? Ну, мне кажется, что у них прям очень-очень соленое все. Наконец-то купила себе вот эту пудру от Innisfree. Я в шоке от того, какая она маленькая. Я думала, что она будет большой. Она матирующая, должна скрывать поры. Она минеральная. То есть, здесь нет никакого талька. И, по сути, она должна быть полезной для нашей кожи. У меня есть вот такая кисть для пудры. Обожаю ее, девочки. Вот это, это вещь. Я вам точно говорю. Давайте попробуем нанести пудру. А то я уже долго сижу при этих лампах, и лицо уже блестит. Господи, как я вообще выгляжу. Мне, конечно, блеск не мешает, но пудрой я тоже регулярно пользуюсь. Ой, я думала, что она будет белой. Нет, она такая немножко бежевая. Так, все хорошо, закрыли. Я сейчас останусь без ногтей. Я взяла вообще граммулечку. Да, она матирует. У меня сегодня очень увлажняющий тональный крем. Да, она матирует. Интересно, надолго ли? В общем, если это еще и полезно для кожи, то я, конечно же, с удовольствием буду пользоваться. Я не требую чего-то сверхъестественного от пудры. Мне хочется, чтобы она просто зафиксировала макияж, не пересушивала мое лицо и не западала в поры. Ну, то есть как-то красиво, ну, то есть как-то некрасиво не оседала. Если это будет именно такая пудра, то я думаю, что мы подружимся. Напишите, пожалуйста, пользуйтесь ли вы вот этими пудрами от Innisfree. Долго выбирала взять прессованную или эту. Почему-то взяла эту. Не спрашивайте, почему, я не знаю. Кисточка у меня тоже из iHerb, между прочим. Вот. Еще купила кокосовое масло. Да, я слышала, я читала о том, что якобы это вредно. Мне кажется, что вредно даже дышать тем воздухом, которым мы дышим. И пока что я не отказываюсь от кокосового масла. Я люблю все кокосовое. И мне нравится то, что на этом масле ничего не пригорает. Вот это масло рафинированное, то есть оно идет без аромата. Покупаю его уже на протяжении двух лет. И я очень довольна вот этим брендом. Также давно хотела попробовать крем для рук от Madre Labs с органовым маслом и маслом Marula. И также маслом Ши я специально взяла себе неароматизированный крем для рук. Почему-то в последнее время для меня это прям как пунктик. Мне не хочется, чтобы был какой-то дополнительный запах, кроме моего парфюма. На этот крем для рук очень хорошие отзывы. И сейчас у меня уже начали пересыхать руки, кутикула от всего. Так что у меня крем для рук везде. Есть такой небольшой аромат масел, прям натуральных масел. Но это не что-то, что сразу ощущаешь, что если принюхаться, и он прям очень классно питает. Это сразу ощущается. Берите на заметку, он абсолютно недорогой. Нужно его представлять. Наш любимый кетчуп. Заказываю его оптом. И еще один чай антистресс. Я в последнее время очень сильно стрессую. И я переживаю. Я не то, чтобы там не успеваю или еще что-то. Но хочется как-то верить в то, что это тоже работает. И по вечерам мне, наверное, нужно какое-то успокоительное. Не знаю. В общем, купила себе вот такой чай. Опять-таки йоги. Не знаю, как он пахнет. Но, девочки, он без кофеина. Не будет дополнительно бодрить. И вот такие чаи я пью вечером. Ну, что-то такое мятное, лавандовое. Очень натуральный аромат. Да, лаванду я прям четко ощущаю. И ромашку. Ну, в общем, это мое успокоительное. Буду пить и сильно верить в то, что мне станет легче. И последнее, что я взяла на свой страх и риск. Я сама себе назначила лецитин. Для того, чтобы поддержать свою нервную систему. Немножко ее восстановить. И на вот эту вещь очень хорошие отзывы. Якобы она влияет на концентрацию. И, в принципе, на состояние души и тела, можно так сказать. Говорят, что и память становится лучше. И спишь лучше. И вообще просто твое состояние и твоя эффективность в течение дня становится лучше. Конечно же, это не какая-то универсальная панацея, которая поможет всем и каждому. Но это тоже не лекарство, которое нужно принимать строго под наблюдением докторов. В день нужно принимать три таблетки. Я с завтрашнего дня, скорее всего, начну свой курс. И если я увижу улучшение, конечно же, я где-то об этом вспомню. Но еще раз повторюсь, что я не призываю никого из вас принимать что-либо без консультации с доктором. Но я буду. Вот так. Я надеюсь, что вам было интересно и вам было приятно провести время в моей компании. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, хочется верить в то, что вы успеете воспользоваться скидкой в размере 22%. Это реально очень хорошее предложение. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. А я пошла заставлять детей пить рыбий жир. Вот.